всем привет вы на канале чудо огород коротко и ясно и с вами лариса рассады выращиваю много очень много показываю уже пятый год как это делаю делюсь урожаями и очень активно в инстаграм оставлю ссылку внизу под видео обязательно переходите нажимайте подписывайтесь самые интересные впереди все фотографии все вопросы и все ответы в инстаграм а сейчас я хочу поговорить о такой проблеме как черная ножка на рассаде я давно уже избегаю этого и много раз транслировала как я это делаю черная ножка это прикорневая гниль она случается практически чаще всего в раннем возрасте когда рассада маленькая неокрепшая и первое что я делаю давно перестала сеять семена в грунт серий кокосовый субстрат вот он такой рыхлый влажный корешки получаются вот такие вот крепкие беленькие здоровенькие и сами растения кокосовый субстрат он не токсичный как сказать не имеет никаких бактерий в себе паш нейтральный поэтому расточки просто взрываются в нем растут отлично 10 дней 15 и они вот в таком состоянии семидалей отличные здоровые и не больные также выращиваю и помидоры 7 на 1 сантиметр заглубляя семена такие вот красивые яркие зелененькие далее что я делаю и так этим я сдерживаю на первых порах все болячки две-три недели первого роста тут просто исключен заболевание чего-либо исключено далее я пересаживаю вот такой вот ящик в питательный грунт вот этим расточком неделя после пересадки наклевывается первый настоящий листочек прежде чем заглубить растение вот такой вот рассадный ящик я на каждый ящик распыляю по одной таблетки гомаира или глиоклодин есть такой препарат тоже наподобие от прикорневых гнилий то есть я одну таблетку рассыпаю по поверхности она очень легко рассыпается и потом взрыхлю и немножко поливаю потом пересаживаю росточки вот они все приживаются все сто процентов 4 на 4 сантиметра делаю шаг томаты здесь у меня этим самым я сдерживаю дальнейшей развитие черной ножки и всех корневых болезней грунт у меня один к одному торф и питатель земля из сада или с леса и уже вот ровно через месяц вот такие вот росточки это перчик это месяц от посева здесь не политое перчик специально выдерживаю сухом виде ну 5-7 дней чтобы тоже исключить загнивание переувлажнения я смотрю перец для поливов когда уже совсем чуть-чуть начинает листики под подвять как бы подведаю тогда начинаю поливать взрыхлю немножко и поливаю вот видите грунт сухой но если его туда прокопать чуть поглубже там внутри он еще влажноватый поэтому они чувствуются отлично и так два действия сажаем в кокосовый субстрат и потом в землю внедряю вот такой вот препарат гомаир или глиокладин его используют на всех парах роста можно поливать даже вот показано что можно им обрызгивать я рассыпаю сухом виде также под огурцы когда сажаю рассаду в открытый грунт тоже около куста две-три таблетки просто внедряю на 5 сантиметров и тоже кусты отлично переживаются скоро буду рассаживать вот эти томатики здесь персик желтый персик розовый и полосатый шоколад очень отличная схожесть из своих семян и так заходите в инстаграм подписывайтесь самое интересное впереди пока